Американские президентские выборы для нас интересны. Именно поэтому мы на них смотрим. Надо сказать, что эти выборы похоронили окончательно идею либерально-демократическую. Все сказки про то, как это круто, что такое демократия, и как от нее будет хорошо. Давайте пусть кто хочет рассказывает сам себе. Ну, есть такая старая максимум британская про то, что демократия – это такой строй, который позволяет кучке мерзавцев управлять толпой идиотов. В том числе и у нас она такая. В принципе, их три. Во-первых, есть демократия американская. Она самая лучшая на планете. Она элитарная, она прям первая, правильная. Кто ей следует, тем будет хорошо, скажет вам любой придурок, который в это верит. Сомневаться в ней нельзя. Она дико устаревшая. Но она такая замшелая. Она совершенно первобытная. Выстроена по-идиотски сложная система тех времен, когда не очень представляли отцы-командиры Соединенных Штатов, что такое вообще система управления, если она не монархия. Так получилось. Отцы американской революции отказались монархию заводить в своей стране. Вот принципиально отказались. У всех были, а они не стали. Ну и что теперь? Чего придумали, то придумали. Сложное, дурное работает сегодня в 20-м и 21-м веке вообще просто на диво. Получаешь больше голосов, но при этом пролетаешь с президентством. Ну вот сейчас мы посмотрим, как там у Трампа с Байденом будет. Поэтому в бой идут одни старики. Был у нас когда-то такой фильм. Вот Трамп с Байденом, это прямо оно. При этом все еще будет зависеть от судебных процессов. Потому что понятно, вот голосовали по почте. Ну и за коронавирус очень многие голосовали по почте. А почему это вдруг в нескольких ключевых штатах, когда выяснилось, что Дональд Трамп не провалился, а наоборот, имеет все шансы Байдена обогнать. И вдруг стремительно выросло число голосов за Байдена. Прямо ночью. Так что подтасовок, фальсификаций, провокаций, вранья, всего, что связано с цензурой, ну со страшной силой компромат на Байдена и его сына, цензурирует американские средства массовой информации, сети, все, что связано с мессенджерами. Вот так это работает. И тут не надо думать, что это только так в Америке. Это и в Израиле так, и в Европе так. Но это везде у них так. Да у нас в 96-м. Кто помнит, как Ельцина избирали, Зюганов тоже не радовал. Ну уж как Борис Николаевича наше либерально-демократическое крыло избрало. Пресса, олигархи и вообще все те, кто его пропихивал и проталкивал. Ну давайте нам не надо рассказывать, что демократия – это что-то честное. Неа. Это совершенно не тот случай. Это к вопросу о том, что главное – победа, а все остальное – не важно. А потом делить добычу. При этом никто в Америке не говорит. Зачем он идет к власти? Ни Трамп, ни Байден не говорят. Ну, лозунг – сделаем Америку с новой великой. Хорошо. А у Обамы было – yes, you can. Да, вы можете. Ну и чего он мог? Как решить проблемы Америки колоссальной, катастрофичной? Как наладить ее отношения с окружающим миром? Как вообще вписать падающую Америку, у которой после войны было 80-85% мировой экономики, а сейчас 15%? Заставить? Да не может Америка никого заставить. Сил нет. С военной точки зрения, мы, несмотря на распад Союза, можем их пригрохнуть. Можем, можем. Ну и они нас. Ну и мы их. С экономической? Да ничего они с Китаем не сделают. Ничего. Так что нам от этих выборов ждать ничего хорошего не приходится. Трамп придет. Он вынужден будет давить на нас со страшной силой, глушить трубопровод «Северный поток-2», который мы за каким-то чертом, связавшись с Германией, строим, не понимая, что никакой честной игры не будет. А будет нормальный бандитизм. Хоть эти танкеры американские с ожиженным газом начинай сейчас торпедировать и топить. Кстати, это бы они поняли. Нормальная каперская деятельность. Как и положено. Они сами бандиты и пираты. Ну вот и так с ними только и работать. Придет Байден. Ну, внесут его в Белый дом. Он же как мумия ожившая. Путается, как зовут его внучек. Называет их именами своих сыновей. Не понимает, куда он вообще баллотируется. На кой пост. Где выступает. То есть, вот просто человек впал в старческий маразм давно. Ну, так будет править за него тетенька его Камала Харрис, вице-президент. Правильный потомок работорговцев. Главное, от цветных меньшинств. Что Абам таким был, что Камала Харрис такая. Почему-то одни только те, кто рабами в свое время занимался в качестве полезного бизнеса, своих потомков выдвигают. Неважно, как Обама у него предки в Африке торговали, и соплеменниками, и иноплеменниками. Или, как Камала Харрис, крупнейшие работорговцы Ямайки были. Американская система выбор. Мы не знаем, не начнется ли там драка, гражданская война, раскол страны. Я же говорю, мы желаем победы обоим участникам. Раз пошла такая пенка, то чем там будет хуже, тем нам будет спокойнее. Да и всем остальным. К вопросу о перспективах российско-американских отношений. Ну, просто извините, сейчас по анонсированной теме мы поговорим, но раз выборы вот ток-тока еще практически не закончилось, чего же нам не поговорить и на эту тему. А вот одна вещь уже точно ясна. Ребят, политологи – это не профессия. Все их прогнозы и прошлые выборы провалились. И нынешние не к черту. Трампу предсказывали куда меньше, чем он взял. А почему? Потому что политологические прогнозы, вот эти все схемы, искусственный интеллект, прогонка через компьютеры, модная такая фигня, дают такую же точность, как гадание на кофейной гуще. Бараньи лопатки. Ну, ходите по руке. Идите в цыганский табор и там спросите, кто будет президентом Соединенных Штатов. И вам примерно с такой же точностью все и расскажут. Единственный смысл этих прогнозов – они на избирателя влияют заранее. Все предсказывали Байдену бешеный отрыв от Трампа. Было очень странно. Трамп такой живенький, приплясывает, как Борис Николаевич Ельцин. Хоть говорит разумные какие-то слова. Хамоватое, конечно, мурло. Ну, как положено в Америке. Джентльмены там давно уже к власти приходили. Это не в нашу эпоху. А Байден – это просто действительно вот что-то полумертвое. Как это? Бешеный отрыв Байдена от Трампа? Правда? А просто вы даете прогноз, а он влияет на избирателя. Вы на мозги ему капаете, капаете, капаете каждый день. Вот этот проиграет. Да он уже проиграл. Чего ты пойдешь за него голосовать? А вот этот победитель, за него голосовать надо. Будь с нами. И так в Израиле, и так, ну, точно так, на всех выборах, которые я видел последние, там, десятилетия у европейцев. Ну, так простите, это часть мафиозной игры вокруг выборов. Это все к результатам не имеет никакого отношения. И то, что политологические прогнозы в Америке все накрылись медным тазом, ясно всем, включая политологов, социологов. У нас этих ребят море. Он, высшая школа экономики, политологов дает. Да и к чертову туче, модная такая фигня. Найти, кто хорошее кресло сколотит, правильное, и обтянет. Замучаешься. Плотник, столер, кузнец хороший. С камнем кто умеет работать. А политологов море. Такая профессия. Сильно болтологическая. Я, чтобы было ясно, все-таки металлург. Я ручками-то на заводе свои шесть лет с горячим металлом отпахал. И много чего умею сам руками делать. А что говорю, ну, это до старости лет скучно. Но ни в коем случае никогда политологом не был. И никогда им не буду. Говорим мы в основном о предметах. А институт Ближнего Востока мой. Ну, я шучу, конечно, отчасти. Когда говоришь, что наше дело шпионаж. Наше дело информацию. Взять по Ближнему Востоку и Среднему. И описать террористы, ядерные вопросы, исламизм, экономика, военные темы. Вот этим и занимаемся. Археология, история, культура, этнография, природа. Все отлично, это очень важно. Но это другие ведомства. А мы занимаемся этим.